Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Два месяца в изоляции. С такой ситуацией столкнулись жители села Нураталды Шьетского района. Они не могут выехать из села из-за паводка, а между тем у них кончается запас продуктов и медикаментов. За мир без наркотиков. Более 500 школьников и студентов приели участие в международной антинаркотической акции. Мероприятие состоялось во всех регионах страны. Три нарушения конституционных прав заключенных выявили прокуроры Шахтинска. Нарушения, связанные с условно-досрочным освобождением. Почти два месяца жители поселка Нураталды Шьетского района отрезаны от цивилизации из-за паводка. Единственная дорога к селу размыта, поэтому сельчане не могут никуда выехать. Они заявляют, что скоро просто останутся без еды и лекарств. А между тем в селе живут как многодетные семьи, так и инвалиды. Добраться до Нураталды, а точнее отделения Ахеек невозможно не то, что на машинах, но даже на лодках. В отделении порядка 20 домов. Именно их жители оказались отрезаны от мира. Они не выезжали из населенного пункта вот уже больше двух месяцев. Со слов сельчан, у них на исходе продукты питания. У меня в Ахееке живут родственники. У них заканчиваются продукты. Весной, пока снег не растаял, они выбирались. А сейчас не могут. Единственный грейдер затоплен. Проблема жителей и отделения чиновников не беспокоит. В местном Акимате нам сообщили, что строить новый мост через перелив не имеет смысла. Населенный пункт считается бесперспективным. Чиновник порекомендовал сельчанам самим собрать деньги на мост, либо привлечь спонсоров. В бюджете на эти цели деньги не предусмотрены. Аям Амрина Жаслама Кубеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде открыт пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Сбором занимаются члены фонда «Зикет», который расположен при Центральной областной мечети. Помощь принимается продуктами питания, постельными принадлежностями, одеждой и средствами личной гигиены. Фонд «Зикет» при мечети уже начал сбор гуманитарной помощи. Со вчерашнего дня неравнодушные жители области несут сюда продовольственные товары, одежду и постельные принадлежности. По словам члена фонда, гуманитарный груз в скором времени отправится в затопленные населенные пункты. Сейчас они записывают принимаемый товар и сортируют. Если с продуктами все более-менее понятно, то с вещами нужен тщательный контроль. Сотрудники фонда призывают граждан приносить только целые и непотрепанные вещи. Если вы желаете стать участником благого дела, можете позвонить по номерам, которые вы видите на экране. Я обращаюсь ко всем гражданам города, области, чтобы у кого есть в доме вещи лишние, если есть возможность купить и принести на пункт сбора, который мы организовали в областной мечети по адресу проспект Шахтеров, строение номер 10, корпоративный фонд «Зикет». Пропавший из кафе в Абайе экс-военнослужащий национальной гвардии найден мертвым. Тело молодого мужчины, предположительно 22-летнего Тимирлана Жумабекова, найдено в степи недалеко от города. Напомним, парень пропал вечером 16 февраля после посещения кафе «Визит» в Абайе. Ранее из данного увеселительного заведения также пропал 31-летний Самат Мукушев. О его местонахождении до сих пор ничего не известно. Тело найдено в степи в пяти километрах от города Абайя. Причину смерти установит экспертиза. Не исключается, что мужчина просто окоченел. В Национальной гвардии сообщили, что пропавший уволился со службы незадолго до исчезновения. Международная антинаркотическая акция «За мир без наркотиков» прошла во всех странах-участницах Шанхайской организации сотрудничества. Не остался в стороне и Казахстан. В шахтерской столице к проведению акции организаторы собрали порядка 500 школьников, студентов, представителей молодежных организаций. Раскрытая ладонь с надписью «Стоп» как символ международной антинаркотической акции. Мировая общественность уже давно признала наркоманию серьезной проблемой современного общества. Начальник управления по борьбе с наркобизнесом областного ДВД привел неутешительную статистику. В прошлом году изъято более полутора тонн различных наркотических веществ. К уголовной ответственности привлечено более ста наркозбытчика. Но усилиями только правоохранительных органов решить проблему не удастся. Вместе все мы и наши друзья из соседних и дальних стран можем справиться с влиянием пагубной опасной проблемы, которой является наркомания. Борьба наркомании является одним из важных задач для правоохранительных органов. Несомненно, борьба с теми, кто создает преступное сообщество, выращивает, возит и реализует наркотики путем непримиримой и постоянной. Главными участниками акции выступили карагандинские школьники и студенты, поскольку основная цель мероприятия – развить именно у молодежи отрицательного отношения к наркомании. В молодежной акции выступила прославленная спортсменка, участница зимних олимпийских игр в Сочи, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Екатерина Айдова. Она призвала карагандинскую молодежь отказаться от вредных привычек и заниматься спортом. Давайте своим личным примером будем показывать всем окружающим, подрастающему поколению, что в нашей жизни нет места наркотикам, в нашей жизни нет места вредным привычкам. Давайте будем достойными нашей страны, нашего государства и занимайтесь спортом. Акцию активно поддержали карагандинские вузы, колледжи и общеобразовательные школы. Не остались в стороне и представители Ассамблеи народа Казахстана. Руководитель Карагандинской Ассамблеи отметил, что ни у одного народа мира нет культа наркотиков. И мы сегодня представители Ассамблеи народа Казахстана, различных народов, народностей нашей большой, дружной страны, говорим нет наркотикам. Это и представители наших чеченских, еврейских, немецких этнических групп, русских, казахских. Всего более 100 национальностей проживают на нашей территории, в нашем регионе. И ни у одной национальности, ни у одного народа нет культа наркотиков. Буквально в преддверии проведения акции поймали очередного наркосбытчика. 18 апреля в Тимиртау задержан 52-летний житель города, в квартире у которого обнаружено и изъято около 2 килограммов героина. 18 апреля в ходе проведения ОПМ правопорядок сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом в воде города Тимиртау задержан 52-летний житель города, который при санкционированном обыске у него езят около 2 килограммов героин. По данному факту возбужденного уголовного дела по статье 296, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержанным в водоваренном изоляторе временного задержания, проводится расследование. 19 апреля антинаркотическая акция прошла во всех регионах страны. Вместе с казахстанцами стоп-наркотиком, сказали жители России, Китая, Таджикистана и других стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Стоит отметить, что с инициативой проведения такой международной акции еще в прошлом году выступил Нурсултан Азарбаев в ходе заседания глав государств членов ШОС. Это еще раз говорит о международном значении борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Благоустройство дворов города под надзором. На этот раз в центре внимания передвижной мобильной группы Акимата Казбекбийского района оказались частные дворовые территории. О том, кто должен заниматься уборкой дворов и какую ответственность понесут владельцы, рассказали чиновники. В Караганде имеется около 10 частных объектов недвижимости, владельцы которых забыли о санитарной очистке территорий. С приходом календарной весны обнажились изъяющие провалы в асфальте и куча мусора на данных улицах. Вопросы санитарного состояния очистки дворовых территорий являются одним из основных приоритетов для Акимата района имени Казбекбий. Созданная группа следит за качеством работы по уборке территории. В состав проверяющих вошли представители местной полицейской службы, управление по чрезвычайным ситуациям и члены общественного совета. Сегодня в центр их внимания попал перекресток улицы Комиссарова и воинов-интернационалистов. Есть собственник земельного участка, но однако собственникам не соблюдается правило благоустройства. Видите, сломанное ограждение, мусор по всей территории, паспорта благоустройства нет. Данный факт уже на контроле у местной полиции будет приниматься соответствующим мерам к собственникам по несоблюдению правил благоустройства в рамках административного кодекса и по привлечению его к административной ответственности. Власти не могут делать ремонт на частных территориях. Чиновники лишь проводят разъяснительную работу. После замечания с владельцами будут работать уже полицейские. Данный факт имеет место. Владелец будет привлекаться к административной ответственности согласно статье 5.5 нарушения благоустройства города Караганды, утвержденной в 2-й сессии областного маслехата. Два месяца выделено для того, чтобы очистить город от мусора, в том числе и частные территории. По шахтерской столице гулять любит каждая, а привести город в порядок – дело не так уж и трудное. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 1 апреля в Карагандинской области началась ревизия земель сельхозназначения и населенных пунктов. Специальная комиссия обследует территорию региона для выявления фактического состояния земель. После ревизии будут подготовлены рекомендации по их рациональному использованию. Об этом и других мероприятиях, запланированных на ближайшие годы, рассказал руководитель управления земельных отношений Аян Шалмагамбетов на брифинге в службе центральных коммуникаций. Земельный фонд нашей области составляет 2 миллиона 797 тысяч гектаров. С 1 апреля в регионе началась ревизия земель сельхозназначения, которая занимает 32% от общей территории. Также комиссия обследует 432 населенных пунктов, площадь которых составляет 3 миллиона 913 тысяч гектаров. В следующем году начнется ревизия земель промышленного сектора, а в 2019-м проверят водный и лесной массив. Земельный кодекс планируется привести изменения и дополнения. В частности, земельный кодекс и земельный состав будут усилены изменения. Теперь состав земельного кодексу будут включены представители общественных советов, члены негосударственных организаций, благосилитарно-помышленного комплекса. Также тут будет участвовать полнациональная права. Более 16 тысяч человек в области стоят в очереди на получение земли под индивидуальное жилищное строительство. В 2016 году из бюджета для решения этой проблемы выделено 2 миллиарда 354 миллиона тенге. Часть этих денег направлена на ИЖС в районе Кунгей. В этом году чиновники подготовили проектно-сметную документацию для выделения 2700 земельных участков под строительство жилья. Если документ одобрят, возможность построить свой дом получат тысячи карагандинцев. Земельные участки расположены юго-западнее района Алмалы, Кунгей, Сортировка, Майкудук и Пришахтинска. На этих участках будет решен вопрос благоустройства инфраструктуры. Затем, согласно очереди, будет решаться их судьба. В очереди на получение земель под ИЖС по Караганде стоят 11 тысяч человек. Век в текущем году будут распределены 1880 земельных участков в Караганде, Жасказгане и Каркаралинском районе. На этих участках проведут работы по благоустройству инфраструктуры. Для этих работ из бюджета выделили 940 миллионов тенге. Сохранить национальную идентичность и войти в 30-ку развитых государств мира – одна из главных задач программы модернизации. Областная ассамблея народа Казахстана обсудила программную статью главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В Казахстане активно идет обсуждение статьи главы государства «Модернизация общественного сознания». Первое условие модернизации – это сохранение культуры. Член научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Нурсахан Бесимбекова заявила, если человек духовно богат, он никогда не будет создавать проблем для своей страны. И в статье президента есть хороший раздел, что казахстанский народ должен быть прагматиком, казахстанский народ должен уважать культуру других народов, казахстанский народ должен показать достижения за 25 лет, кто создал это независимость, кто стал у истоком. Все об этом именно Ассамблея народов Казахстана обсуждается. На всенародное обсуждение вынесено предложение о переходе казахского алфавита на латиницу. Члены совета поддержали эту идею и заявили, что такие изменения откроют новые перспективы в сфере технологий. «Это очень нужные вещи. Может быть, многие думают о том, что мы отстанем от других культур, культуры, которые написаны на кириллицах, ничего подобного. Весь мир, когда пишутся статьи, пишутся компьютеры на латынской буквы, на английской буквы, молодежь это быстро будет знать и освоить. Поэтому в статье этот вопрос тоже очень своевременно написано. И не надо его бояться, он может постепенно переходить». «Ни одна экономическая реформа, ни одно политическое конструирование не имеет успешного развития бездуховного, мировоззренческого сопровождения», заявили участники «Круглого стола». Они сошлись во мнении, что статья главы государства говорит о том, что Казахстан не только может, но и способен на модернизацию собственного формата. «Все члены ассамблеи единогласно поддержали, идею президента о модернизации общественного сознания, опираясь на передовой опыт развитых стран». В статье главы государства уделяется особое внимание методам, которые воспитывают конкурентоспособное поколение граждан. Фариза Улбаева, Ажара Гибаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 84 нарушения закона, в том числе 3 нарушения конституционных прав осужденных, выявили прокуроры. Надзорный орган проверил исправительные учреждения, дислоцированные в Шахтинском регионе. По результатам проверок дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо. Такие данные привели в прокуратуре Карагандинской области. Прокуроры опротестовали решение Шахтинского городского суда, который отменил условно-досрочное освобождение осужденного Кабдулина. Таким образом, осужденный был освобожден. Это один из примеров нарушения, выявленных в исправительных учреждениях Шахтинского региона. Первоначальник Кабдулина обратился с ходатайством в Шахтинский городской суд. Шахтинский городской суд его ходатайство отклонил. Не согласившись с данным решением, мы внесли протест в апелляционную инстанцию Карагандинского областного суда. И областной суд, согласившись с нашим протестом, удовлетворил его, и Кабдулина сразу был освобожден из мест лишения свободы. Прокуроры заявили, что своевременное реагирование на необоснованные постановления суда позволило сформировать судебную практику, направленную на снижение тюремного населения. Также прокурор Шахтинска рассказал о результатах работы по занятости осужденных. В том числе стимулирована индивидуальная трудовая деятельность заключенных в исправительных учреждениях. В колониях открыто 15 производств, причем 5 из них созданы самими осужденными. Глава надзорного органа Шахтинска также сообщил, что в целях защиты конституционных прав с нынешнего года во всех исправительных учреждениях открыты кабинеты прокуроров для приема осужденных по личным вопросам. Андрей Танул, Жасгабасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. После серьезного мужского разговора с Акимом Карагандинской области футбольный клуб «Шахтер» стал играть результативнее. Первую победу в сезоне завоевали горники. 19 апреля в Кустанай в рамках Кубка страны карагандинский «Шахтер» встретился с местным Таболом. Матч завершился со счетом 1-2 в пользу карагандинцев. По всей видимости, после серьезного и довольно жесткого разговора с Акимом Карагандинской области руководство и тренерский штаб «Шахтера» сделали нужные выводы. Результат решили показать на первой же игре. С самого начала горники не стали отсиживаться в обороне, а начали искать лазейки к воротам соперника. Это вылилось в первый гол. На 14-й минуте словак Юлиус Зоки открыл счет в матче 0-1. Останавливаться на достигнутом никто не собирался. «Шахтер» продолжил доминировать. На 39-й минуте после серии передач Айдос Татыбаев катнул мяч между ног кустанайского голкипера и удачно пробил в левый нижний угол ворот 0-2. Во втором тайме Табол стал действовать уверенней. На 85-й минуте кустанайцам удалось таки забить гол ворота «Шахтера». Итоговый счет 1-2. Комментируя итоги матча, наставник горняков Алексей Еременко заявил, что эта победа была нужна как воздух. Команда сыграла так, как договаривались. Получалось практически все, что задумывали. Таким образом «Шахтер» выходит в четвертьфинал Кубка страны. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сауполмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин